Добрый вечер, дамы и господа, у микрофона Юрий Пранько, ежедневная интерактивная программа «Сухой остаток» на волнах радиостанции «Финам-ФМ». В общем-то, всю эту неделю мы посвящаем итогам уходящего года, и вы знаете, есть работы, которые в этом году произвели, в общем-то, такой лично на меня неизгладимый фурор, я этого не скрываю, и человек, который у меня сегодня в студии, в общем-то, я к нему отношусь с очень большим уважением, потому что и предыдущие его работы, вот та работа, о которой мы сегодня подробно поговорим, а фактически будем говорить о стране, она, в общем-то, не просто приковывает внимание, да, я вот вам настоятельно рекомендую, то есть это не реклама, да, это не пиар, это просто желание того, чтобы вы в массе своей читали, размышляли, выводы мы вам не навязываем, выводы делайте самостоятельно, да. Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, сегодня у меня в гостях, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что согласились прийти, а говорить мы будем о книге, в общем-то, ну, это и тема программы «Россия после кризиса», насколько я прочитал, то есть вот в противоположность большинства, наверное, слушателей, я в более таком комфортном варианте нахожусь. Сергей, ну я честно хочу сказать вам, да, страшная книга, то есть вот то, что в ней анализируется, анализируется здесь не только экономика, я просто обращаю, да, внимание слушателей, но и внутренняя политика, внешняя политика, конечно, большое внимание уделяется экономике, вооруженным силам, вот я вам честно хочу сказать, что когда я прочитал всю эту работу, у меня была первая реакция, да, запретить книгу для широкого чтения. Все-таки какая цель ставилась, когда с коллегами работали над этой книгой? Спасибо за лестные слова. На самом деле мы действительно хотели собрать коллектив российских и американских экспертов, которые каждый в своей теме мог бы оценить, где находится Россия сейчас, и какие у нее долгосрочные преимущества и недостатки. Такой баланс активов и пассивов России, если хотите. Вот, и идея была в том, чтобы собрать не корпоративных экспертов и не чиновников, а именно независимых ученых, которых нет никакой повестки дня, кроме как сообщить то, как вот академическое сообщество сегодня думает о внешней политике России, о внешнеэкономических связях России, об экономике России, о состоянии дел по борьбе, например, с коррупцией, о реформе вооруженных сил, о высоких технологиях в России. И вот нам удалось собрать такой достаточно зарекомендовавший себя коллектив и написать 12 глав на все эти разные темы. Книга, с моей точки зрения, наверное, не такая уж и страшная, просто действительно перед страной стоят огромные долгосрочные вызовы. Это... в этом нет ничего нового. В принципе, если вы почитаете программные речи президента и премьер-министра, вы увидите, там тоже такие же отчаянные критические нотки, и никто, по-моему, пока не запрещает читать речи президента и премьер-министра. Ну, знаете, я, конечно, в шутку сказал, что по поводу того, чтобы запретить эту работу, да, для широкой массы людей, но выводы, к которым приходят авторы... Я, кстати, отмечу для слушателей, Сергей Гуриев не один, да, это один из авторов, Сергей. Здесь действительно эксперты американские, эксперты, ну, скажем так, западные, да, которые работают необязательно там в Штатах или в России. И вот давайте начнем с экономики тогда, то, что и вам, и мне более близко, да. Сырьевое проклятие, то те надежды, которые были на кризис в том плане, что произойдет реструктуризация, кардинальные изменения, ничего не произошло. И дальше, в общем-то, вы со своими коллегами, ну, ставите огромный вопросительный вопрос, да, будут ли вообще эти структурные изменения. То есть вывод на самом деле, Сергей, опять-таки, это как кому нравится, да, стакан наполовину пуст или наполовину полный, я отношусь к тем, к той категории журналистов, которые говорят, он пуст, он пуст и уже не наполовину. То есть, понимаете, вот это меня беспокоит. Это действительно правильно вас беспокоит, потому что именно к таким выводам мы и пришли. С одной стороны, книга называется «Россия после кризиса». Мы начали ее писать год назад, зная, что когда вот эта книга дойдет, сначала до американского, потом до российского читателя, Россия будет выходить из кризиса. И в каждой главе написано, что ситуация на самом деле в краткосрочной перспективе нормальная. Страна растет, и вот в частности глава по экономике как раз этому и посвящена. Страна растет, и в ближайшие несколько лет все будет не так плохо. Но, с другой стороны, как вы правильно говорите, основной вывод в том, что пока непонятно, как мы будем справляться с долгосрочными вызовами. Если мы хотим решить поставленные перед страной задачи, сократить отставание от развитых стран, нужно расти гораздо быстрее. И вот та система, которая сегодня построена, с этими вызовами справиться не может. Система должна кардинально измениться. Система, которая полагается на нефтяные деньги, на доминирование государства, на перераспределение, а не на созидание нового, не может расти с темпами больше, чем 3 или 4 процента в год. А для того, чтобы сократить отставание от развитых стран, нужно процентов 6. Ну, то есть это действительно вот это рентное проклятие. Все, это безвыходная ситуация. В массе своей политики обеспокоены, я не знаю, там, 11-12 годами, да, потому что я на самом деле не понимаю их беспокойства, потому что, ну, если все так в шоколаде и в мармеладе, да, если такие рейтинги, если они не дуты, да, то что, собственно, беспокоиться-то? У вас, вы очень правильно говорите, на самом деле одна из глав, написанная ведущим американским политологом Дэном Тризманом, как раз посвящена тому, что рейтинги — это функция экономического состояния России. Вот, и до тех пор, пока доходы населения будут расти, то и рейтинги будут находиться на высоком уровне. Я тоже не понимаю, почему политики обеспокоены 11-12 годом. По нашим расчетам, на 11-12 год денег хватит. Проблема только в том, что делать потом, потому что очевидно, что рано или поздно эти деньги кончатся, и если экономика не будет конкурентоспособной, гибкой, не будет реагировать на эти долгосрочные вызовы, то тогда деньги рано или поздно кончатся. И тогда ответа на этот вопрос нет. Причем это рано или поздно, это скорее 15-й год, чем 25-й. Вот, возвращаясь к вашему вопросу «Паррелентное проклятие», это такой, ну как бы сказать, удобный термин, который содержит в себе всего лишь аргумент, что если у вас есть нефтяные деньги, если их достаточно, то политики, наверное, не заинтересованы в реформах. Всем политикам хочется, чтобы экономический рост был, чтобы его было больше. Но если для того, чтобы экономический рост был быстрее, нужно проводить реформы, которые на самом деле подвергают опасности вашу собственную власть, а именно реформы, связанные с борьбой с коррупцией, с построением независимой эффективной судебной системы, защитой конкуренции, понятно, что эти реформы, они на самом деле подрывают власть бюрократии. И, конечно, бюрократия в них не заинтересована. Поэтому, в принципе, нету стимулов к тому, чтобы был быстрый экономический рост. И чем больше нефтяных денег, тем больше стоит на кону. Терять власть не хочется. Лучше продолжать перераспределять эти самые нефтяные деньги. Но это же чревато очень серьезными последствиями, вот как вы уже отмечали, да? То есть, ну, год, два, ну, может быть, пять. А затем все-таки придется баланс считать. Совершенно верно. Мы как раз и используем вот этот каламбур, извините за выражение, сценарий 70-80. Если цена на нефть будет продолжать оставаться на высоком уровне, 70-80 долларов за баррель, то страна будет жить примерно как в 70-80 годы прошлого века. И мы помним, чем это кончилось. Такой страны больше нет. Надо сказать, что тут, опять-таки, у нас есть могущественные единомышленники. Если вы почитаете речь премьер-министра, написанную в феврале 2008 года, тогда он еще был президентом, перед госсоветом, это была программная речь о будущем России до 2020 года, там он сказал практически следующее. Инерционный сценарий развития России ставит под угрозу само существование страны. То есть, в некотором роде, он абсолютно понимает все эти риски. Но, как вы правильно сказали в начале программы, пока кризис не привел к реструктуризации экономики. И общаясь на прошлой неделе с народом, премьер-министр объяснил, почему. Он сказал, что некоторые решения, которые нужно было предпринять во время кризиса, мы не предприняли, хотя они были экономически целесообразны, но мы хотели избежать шока для населения. И, на самом деле, я боюсь, что если оттягивать этот шок все дальше и дальше, этот шок будет все больнее и больнее. А объяснение боязни этого шока вы находите? Ну, понятно, там бюрократия, которая слилась в любовном экстазе с бизнесом. И непонятно, где у нас заканчивается власть, и где госвласти, и где начинаются бизнес-процессы. Здесь, я почему об этом говорю, очень ярко описана ситуация вокруг «Газпрома», одним из ваших коллег. В общем-то, ну вот эта статья, да, как мне представляется, она, в общем, максимальную широкую огласку должна приобрести, потому что выводы, да, вывод главный, то, что хорошо «Газпрому» не является есть хорошо для России. Ну, вы знаете... И не просто это какая-то фраза, да, вброшенная в массу, а здесь автор разбирает по полочкам, что называется. Да, статья про «Газпром», написанная нашим американским коллегой, на самом деле говорит, что если бы, вот мы с вами сегодня были бы акционерами «Газпрома», у нас было бы много вопросов. Каким будет будущее «Газпрома» как компании? И автор этой главы дает не очень хороший ответ на этот вопрос, потому что спрос в Европе падает и будет продолжать падать. Что бы мы ни говорили, рост производства сланцевого газа в Америке приводит к тому, что сжиженный газ из Катара плывет теперь не в Америку, а в Европу. Тем самым подрывая монополию «Газпрома», снижая цены в Европе. Туркменский газ, опять-таки, больше не является, больше не достается «Газпрому» просто так, потому что Китай уже построил трубу в Туркменистан, и туркменский газ теперь течет в Китай. Кроме того, для освоения новых полей «Газпрому» нужны огромные деньги, новые технологии, и западные партнеры, которые не боятся вкладывать в Россию. А вот это все страшные риски, а реальность — это то, что «Газпром» продолжает строить большие трубопроводы, которые, видимо, не будут заполнены. Что же остается у «Газпрома»? У «Газпрома» остаются долги. И поэтому целый ряд вопросов, которые возникают при прощении этой главы, действительно должен беспокоить акционеров «Газпрома». И на самом деле автор делает вывод, что на эти вопросы нет удовлетворительного ответа, и поэтому вопрос реформы «Газпрома» неминуемо встанет уже в ближайшие годы. Ну, то есть те заблуждения, которые были до кризиса, Сергей, помните, там чуть ли не книги тоже выходили, «Газпром как оружие», да, политическое оружие там России и так далее, все это, простите, туфта оказалось. Экономический бизнес-процесс внутренний в «Газпроме» таковы, что эта компания снижает а, свою капитализацию, б, свою норму прибыли, в, может столкнуться с гигантскими проблемами и не только долги, но и вообще реализация своей продукции, потому что рынок изменился и меняется. Рынок изменился, и газ сегодня не берут по той цене, по которой брали раньше. Понятно, что газ можно продать по более низкой цене, но тогда действительно «Газпром» не будет такой прибыльной компанией. Может быть, вообще не будет. Ну, а, Паша, вот автор говорит о том, что необходимо там радикализировать процесс реформирования «Газпрома», да, в явной степени он не пишет об аналогии с еще одной реформой, которая была проведена, я имею в виду, РАОЕС России, да, не все получилось то, что задумывалось изначально, но, тем не менее, автор приходит к выводу, что вот тот конгломерат, который сейчас называется «Газпром», его надо реформировать. Вы знаете, я думаю, что... Я так подбираю даже слова, потому что автор более жестко пишет. Он мне... Я не знаю, как переведено это слово, я не думаю, что там написано «расчленить». Ну, не «расчленить», не найдущая, скажешь. Да, да, но, наверное, все-таки реструктурировать и, возможно, разделить. И на самом деле... Да, разделить. Да, разделить. На самом деле это вполне известный план. Этот план много раз обсуждался. Более того, в экономическую программу тогдашнего президента Путина в 2000 году этот план входил. Просто в 2002 году по каким-то причинам этот план был отложен. И, собственно, тогдашний президент Путин четко сказал, что мы не будем реформировать «Газпром». Но тогда это была другая жизнь. А вот сейчас, с распространением сланцевого газа, жиженого газа, рынок фантастически меняется. И с каждым днем растет уверенность рынка в том, что цены на газ больше не будут такими высокими, как они были. И действительно, на самом деле, нужно придумать какие-то другие возможности эффективности в этом секторе. И нет никаких причин полагать, что та реформа, которую много раз обсуждали, она невозможна. Потому что если государству хочется хранить монополию на газ, то это можно сделать при помощи контроля над транспортной инфраструктурой, над трубой. Нефть еще можно возить цистернами. Газ очень трудно, мягко говоря, возить цистернами или дирижаблями. Есть и такой, кстати, проект про дирижабли. Но, тем не менее, понятно, что газовая труба будет самым эффективным способом доставки газа в ближайшее время по наземной территории. И поэтому... Если не имеешь еще, допустим, установок по сжижению газа, как это на Сахалине мы видим. Да, совершенно верно. Но, скажем так, если вам нужно по земле провести, то есть трудности. Поэтому, в принципе, очевидно, что эта реформа приемлема и для правительства... Насколько все власть не пойдет? Я думаю, что выбора не будет. На самом деле, то, о чем мы пишем, заключается в том, что эти долгосрочные вызовы, хотя они по-прежнему являются долгосрочными, но с нашей точки зрения, и в экономике, и в политике, и во внешней торговле, и в военной реформе, эти вызовы никуда не денутся просто от того, что мы с вами закроем эту книжку и отложим ее в сторону. Вот, поэтому, мне кажется, и «Газпром» изменится, и политическая система изменится, и экономика изменится. Просто вопрос в том, когда это будет... Вы оптимисты. Когда это будет, и с какими шоками, как сказал премьер-министр. То есть, что станет мотивацией, да, для все-таки проведения реформ. Не будет ли слишком поздно, когда кончатся деньги? Вот, не то чтобы боязни, а опасения такие. Я вижу на примере большого материала анализа по реформе вооруженных сил России. Очень сильный материал. Я даю должное человеку, который, в общем-то, называет все вещи своими именами. Но он живет в Норвегии. Да. Я... Нет, я внимательно осмотрел как-то титры, да, говорят, визуточки, эти титры, кто где и в каком обличии. И, в общем-то, вы знаете, Сергей, вот здесь я вижу еще один такой оборот. Это саботаж, на самом деле. То есть, можно декларации запускать там из уст господина президента, господин премьер может что-то модерировать. При этом два шага вперед, три шага назад. Это тоже нормальное явление российской действительности. Но вот на примере вооруженных сил показано, что, ребят, у вас не просто проблемы. У вас гигантские проблемы, да. И даже автор сравнивает в какой-то степени Сердюкова с Гайдаром, что для меня было тоже, да, неожиданно. Но вот те риски, знаете, как цельный Гайдар, вот цельный в том плане, что он понимал, куда и зачем он будет идти, да, и какие действия. И Сердюков, который, в общем-то, правильно пытается реформировать, да, но нет все-таки стратегической цели, нет осознания последствий этого. И, конечно, вывод, когда автор пишет, что часть офицеров там или, значит, группы, которые высвобождаются из вооруженных сил, могут стать самостоятельной политической силой, у меня это, вот честно, я вам скажу, как обухом по голове. Вы абсолютно правильно задаете этот вопрос. Действительно, вот, наверное, реформа вооруженных сил, которая осуществляется сегодня, хотя она осуществляется без общественного обсуждения, это, наверное, самая масштабная из тех реформ, которые вот сегодня идут. И действительно, господин Сердюков предпринимает какие-то титанические усилия. Это действительно чревато огромными скандалами. Время от времени эти скандалы выплескиваются в публичную сферу. Но мне кажется, что у министра есть поддержка президента и премьер-министра с той точки зрения, что они понимают, что ситуация отчаянная. Насколько эта реформа продуманная, насколько мы понимаем стратегические цели, в этой главе написано, что, возможно, не до конца. Судя по всему, нет, да. Вот. И тем не менее, действительно, ситуация настолько отчаянная, что, возможно, то, что делает Сердюков, опять-таки, вот вы привели аналогию с Гайдаром. Очень часто Гайдар и его сторонники говорили, что выбора все равно не было. Вот. И в этом смысле то, что делает Сердюков, это вот, на самом деле, пример того, что бывает, если ничего не делать 20 лет, а потом все-таки придется это делать. Просто это будет происходить со скандалами, шоками, болезненными реструктуризациями. Вот. И вот это то, что мы наблюдаем вооруженных сил. Понимаете, то, что нет осознанной или здесь правильнее даже сказать публичной составляющей, да, мне кажется, это самая слабая сторона всего происходящего, но, тем не менее, что-то вбрасывается в общественный вот этот массив, да, я имею в виду даже не скандал, там, простите, с матами, какими-то претензиями и так далее, а вот, в общем-то, автор показывает на примере генерала Шаманова, да, вообще вот то, что в буквальном смысле шаг вперед и я даже не знаю сколько шагов назад, да, потому что этот генерал был призван чтобы поддержать реформу и вроде как он действительно их поддерживает и настроен, да, а с другой стороны, Сергей, ну, вот, небезызвестные его истории, да, связанные с, там, я не знаю, с поддержкой своих родственников, оказанных в виде людей вооруженных, да, они, ну, это же криминал, простите, да, это, а по большому счету человек это, ну, если не бесследно для него прошло, то там официально это был только выговор, а не более того. тут вы можете открыть главу про борьбу с коррупцией и про политическую систему, и там много действительно на эту тему написано, про публичное обсуждение. Поэтому я говорю книгу под запрет, под запрет. Да, наша цель была не скомпрометировать каких-то конкретных людей, вот, а действительно поставить системную проблему, и часть системной проблемы как раз в том, что, к сожалению, часто реформы компрометируются теми людьми, которые их проводят. Вот это не относится, наверное, к самому министру Сердюкову, но действительно... Все очень крайне персонифицировано. Да, да. Но, возвращаясь к вашему вопросу о публичном обсуждении, я считаю, что публичное обсуждение реформ крайне необходимо. И вот почему. Дело в том, что нельзя узкой группой людей решить проблемы страны. Потому что сегодня ни один экспертный институт, и тем более ни один эксперт не в силах учесть все возможные риски и факторы, которые складываются вокруг таких масштабных реформ, о которых мы говорим. Вот. И поэтому нужно создать такой вики-механизм, если хотите. Создать механизм сбора обратной связи. В принципе, таким механизмом являются демократические процедуры, выборы. Но, если нет свободных выборов, то хотя бы можно сделать публичное обсуждение. Опять-таки, его можно сделать формализованным, как президент Медведев, когда он выступал с посланием год назад, он собирал предложения народа, когда шло обсуждение закона о милиции, а сейчас идет закон об образовании, собираются фактически обсуждения, замечания и предложения всех заинтересованных лиц. Можно сделать его и неформальным, просто обсуждая эту реформу в средствах массовой информации. Потому что, в конце концов, хотя кажется, что чиновники не читают газеты, не слушают радио, на самом деле, конечно, эти идеи, которые обсуждают средства массовой информации, так или иначе влияют на общественное мнение и находят свой путь к сердцу людей, принимающих, или к разуму людей, принимающих решения. Напрямую ли, через советников ли, через экспертов, подчиненных, так или иначе, нет ничего более влиятельного, чем общественное мнение, в том числе и в сегодняшней России. Но вот вы с коллегами увязываете все-таки вопросы развития экономики с политической составляющей, то есть вы коррелируете эти два тезиса. Но, Сергей, очень часто можно услышать от того же господина премьера о том, что не всегда эта корреляция есть, и у нас есть специфика, и вообще вот эти последние события там, в общем-то, недвусмысленно дается понять. Но вот вы там, либералы-демократы, рассуждаете, да? А вот если мы тут вожжи-то ослабим, то вы видели, что вот и все. Придется сбить бородки. Бороденки. Да, бороденки даже, да. Ну, радиослушатели не видят, мы с вами уже давно сбрили бороденки. Да, но не по указанию. До того. Мы пришли готовыми к этой борьбе. Но, на самом деле, если говорить серьезно, конечно, разные страны по-разному приходят и к развитию политической системы, и к развитию экономической системы. Но, на самом деле, вот до, скажем, до начала 2000-х годов казалось, что реформы в России не проходят, потому что власти нет силы для того, чтобы провести реформы. А вот сейчас мы централизуем власть, и тогда можно будет провести реформы. Ведь всех интересует экономический рост. И понятно, что нужно делать для экономического роста. Проблема только в том, что вот когда власть была до конца централизована, в 2003-2004 году, вдруг оказалось, что возможность есть сделать любую реформу, а вот желания больше нет. Если посмотреть на то, какие реформы были проведены во время второй половины 2000-х годов или второго срока президента Путина, вдруг выяснится, что мы создали общественную палату, отменили выборы губернаторов и создали госкорпорации. Вот, собственно, и все. Если посмотреть на темп реализации, скажем, программы Грефа, а это была ведь экономическая программа тогдашнего президента Путина, она реализовывалась очень быстро, во время первого срока президента Путина и перестала реализовываться во время второго срока президента Путина. Поэтому вот аргумент такой, что централизованная политическая система нужна для того, чтобы проводить реформы и для того, чтобы повышать конкурентоспособность экономики, такой аргумент имеет право на существование, но именно в абстрактном виде. А вот в эмпирическом виде мы наблюдаем, что в России пока нет стимулов к проведению реформ, реформ тоже нет. Ну, смотрите, вот интересный такой момент. Одна из ваших коллег, по-моему, она предметно разбирает тему федерализма, опять-таки связывает с вопросами экономического развития, конкретных территорий и так далее. Проводит аналогию децентрализации Бориса Ельцина и, в общем-то, которая закончилась уже централизацией Владимира Путина. И, в общем-то, на пальцах показывается, вот, ребят, да, и та была крайняя точка, но и то, чего вы достигли, никакого эффекта, да, при этом приводится там аналогия, по-моему, с Китаем, как мотивируются провинции, да, общенациональные партии и так далее. Нет, на самом деле, я просто для слушателей скажу, вот, действительно, цельная работа, вот эта книга «Россия после кризиса», ну, и я еще раз наставил, ее запрещать надо, значит, ни в коем случае не допускать для широких масок. Но в Китае можно. Ну, в Китае, нет, там все, вот, Сергей, по вашему мнению, сейчас отсутствие стимулов, это причина именно вертикальности, вот этой вертикальной интеграции, да, во всем, в бизнесе, во власти, ну, и даже общенациональная партия, она, по-моему, крайне интегрирована. Ну, вы знаете, общенациональная партия в ситуации с Юрием Лужковым показалась, как не партия, как партия, у которой нет единой точки зрения и партия, у которой нет партийной дисциплины, то есть партия по приказу... Все-таки в медведе одно крыло оказалось, все-таки пусть не два. Только одно, только одно, да, оказалось, что это медведь с одним крылом, вот, но это крыло состоит из многих перьев и, в общем, не является единой силой. Тем не менее, возвращаясь к этой главе, на самом деле, глава, которая написана ведущим исследователям не только российского федерализма, на самом деле, и китайского федерализма Екатерина Журавской. Это очень глубокая, глубокая работа, которая подводит итог целому ряду научных исследований. И Екатерина, вот, кстати, возвращаясь к запрету, Екатерина исследует карьерные стимулы региональных китайских чиновников и партийных секретарей. Такие работы пока в Китае делать нельзя. То есть китайские коллеги говорят Екатерине, хорошо, что вы делаете эту работу, вот, потому что нам пока нельзя смотреть на такие вещи. Вот, поэтому мы действительно из этой работы многое можем узнать и о Китае тоже. Но возвращаясь к России, эту работу трудно обвинить в том, что это либерально-демократическая работа. Потому что действительно там написано, что и ельцинская децентрализация привела к плохим экономическим последствиям, и путинская рецентрализация привела к плохим... Причем она все обосновывает. Она не просто вбрасывает, еще раз подчеркну, да, она обосновывает, почему там этот первый этап или второй этап вот привели к негативным последствиям. Нет, это действительно очень глубокая работа. Мы старались сделать так, чтобы в этих работах все было понятно. И там нет никаких сложных уравнений или статистических таблиц, но тем не менее там действительно есть ссылки и на научные работы, и на данные, и есть много различных убедительных историй. Но один из результатов этой работы, наверное, говорит о том, что пока у нас нет настоящей подотчетности власти, ни децентрализация, ни рецентрализация, к сожалению, не принесут желаемых результатов. Кроме того, она действительно говорит очень много про общенациональные партии. Ведь общенациональные партии действительно это могучее средство федерализма. Если региональный чиновник знает, что у него есть карьерные стимулы, потому что он сможет стать федеральным чиновником, пройдя по партийной карьерной лестнице, то это совершенно другая история. Так это работает в Китае, где на самом деле немножко смешно, но в Китае очень много партий. Мы просто об этом не знаем, там партий много. Но вот одна ведущая партия, Компартия Китая, на самом деле предоставляет эту возможность. Хорошо работающие губернаторы или региональные партийные секретари получают карьерные продвижения. Плохо работающие не получают. В России, к сожалению, это работает не так хорошо. И вообще автор сомневается, что китайскую кальку можно перенести на российскую почву, называя это китайским чудом. То, что там происходит. Мы до конца не понимаем то, что там происходит, но вот если забежать вперед, посмотреть на новые работы Екатерины Журавской, то она думает, что может быть связанной с тем, что в Китае губернатору работать немножко легче. Потому что китайский губернатор должен заботиться об экономическом росте только. Его не заботят ни пенсии. То есть это его функционал, да? Да, очень простой функционал. В отличие от российского губернатора, которому нужно заботиться об образовании, пенсиях, социальных благах. И в этом смысле в следующем этапе. Вот когда придет новое поколение китайских лидеров в 2012-2013 году, они, видимо, объявят какой-то лозунг, что и неравенство, это плохо, и с ним надо бороться. Социальное развитие, экологическое развитие, это тоже важная вещь. Это уже и в этом поколении китайских лидеров является важным приоритетом. Но, видимо, в следующие 5 или 10 лет, когда Китай будет уже достаточно богатой страной, это будут серьезные проблемы. Вот в России губернатор балансирует многими показателями. Вы, наверное, знаете, администрация президента ставит перед губернаторами по-моему 134 критерия и по ним оценивает работу губернатора. Естественно, что... Бедные, им только и приходится, что заполнять вот эти, знаете, анкетные данные. Они заполняют. Облстаты и заполняют. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, это ключевая проблема. Россия — это федеральное государство. Что бы мы ни говорили, губернатора нельзя контролировать из центра. И поэтому эту систему нужно построить разумным образом. Но власть говорит, опять-таки, если возвращаться к некоторым высказываниям господина Путина, что якобы назначение губернаторов Сергей позволяет выдавить и не допустить криминал во органы власти. Ну, вы знаете, в этой главе на самом деле написано и об этом тоже. Посмотрев на данные, Екатерина смотрит на то, что вот отменили выборы губернаторов. Ушел ли криминал из власти? Ну, и представим себе, что когда были выборы, криминал пришел во власть. Выяснилось, что, мягко говоря, многие губернаторы, большинство губернаторов сохранили свои рабочие места. Только вот сейчас президент Медведев начал увольнять самых засидевшихся региональных начальников. Кроме того, Екатерина смотрит и на тех губернаторов, которых сменили, и на тех, которые не сменили, и пытается понять, есть ли корреляция между результатами деятельности и вероятностью продолжить свою работу на этом посту. Ответ такой, корреляции нет. То есть, видимо, снимали и назначали по каким-то другим критериям. Ну, лояльности там и так далее. Нельзя даже сказать, что членство Единой России, потому что теперь почти все губернаторы являются членами Единой России. Да, наверное, даже все. Почти всегда. Сергей Гуреев. Валентина Ивановна Матвенко по мне является членом. Ну, поэтому у нее и проблема с уборками улиц родного города. Сергей Гуреев, я без Стеба это произношу, но это факт. Слушайте, второй год, непонятно, что происходит в этом крупнейшем городе России ректор Российской экономической школы. Сегодня у нас в сухом остатке, Сергей, мы говорим о работе Россия после кризиса. Но, Сергей, вот скажите, по вашему мнению, с одной стороны, элиты не готовы, да? Ну, им хорошо, в общем-то, комфортно, да? С другой стороны, в обществе, ну, есть определенные протестные настроения. Я имею в виду не, знаете, экстремистские выходки, да? Хотя и это, по-моему, теперь к этой работе это еще одним приложением должно войти, отдельным причем, да? Но все-таки недовольство есть, значит. Есть некий пул людей, который является не миддл-классом, а все-таки высшим эшелоном, там, то, что называется в ритейле лакшери, да? И они живут, как сказал господин Путин, там, непонятно, где в Париже, в Нью-Йорке или в Москве, да? Но я параллельно просто вот с вашей работой, да, читаю сейчас еще одну книгу господина Уткина Вудро Вильсон, да? Это, к сожалению, этого ученого с нами уже больше нет, и я сожалею, что мы с ним так и не познакомились, но работы у него мощнейшие. И Вильсон, в общем-то, вышел на американскую политическую олимпу именно в период, когда, казалось бы, достаточно, ну, знаете, так, пуританское общество, да, в общем-то, привыкшая там норма прибыли и все остальное это лирика и нам неинтересно, да, столкнулось, реально столкнулось, когда власть именно в федеральном уровне пришлось выстраивать новые парадигмы, да, как нивелировать эти процессы, не допустить социального недовольства в нечто большее, что, к сожалению, произошло в России, и это все к чему. Сергей, вот по вашему мнению, если мы, с одной стороны, понимаем, что элиты не готовы, с другой стороны, вполне возможно комфортно эти уровни 70-80, а может быть даже и больше, да, все во многом будет конъюнктура мирового рынка и, я бы сказал так, Федрезерв с Банком Китая. Совершенно верно, абсолютно верно, абсолютно верно. Мы не, насколько мы можем действительно подойти к опасной черте, когда, ну, извините, поезд уже ушел. Вы знаете, здесь есть два момента. Действительно, мы очень сильно зависим от нефтяных цен и кроме денежной политики есть еще налоговая политика Соединенных Штатов, которые только что сделали большой подарок российской элите, снизив налоги, и поэтому, наверное, американская экономика вырастет в следующем году больше, чем ожидалось. Наверное, цены на нефть будут выше, чем мы ожидали. Вот, но действительно, вот давайте посмотрим на Советский Союз. Советский Союз был сверхдержавой и вдруг через несколько лет он исчез. И оказывается, что эти процессы развиваются очень и очень быстро. и я думаю, что поезд еще не ушел. Не ушел. Не ушел. Я думаю, что более того, вот те люди, которые, как вы говорите, хотят смены курса, ну, в принципе, в речах премьер-министра и президента вы тоже можете часто увидеть отчаянное понимание того, что курс нужно изменить. Я не хочу слова, я хочу дела. Вы совершенно правы. Значит, когда мы писали эту книгу год назад, мы сначала начали ее писать на самом деле вот где-то в сентябре 2009 года и она вышла в мае 2010 года в Америке сначала, вот потом была переведена на русский язык. Где-то в середине 2009 года для нас было очевидно, что, например, необходимо продавать госсобственность в больших объемах. И тогда все смеялись над этими заявлениями, говорили, смотрите, все страны во время кризиса понакупили госсобственности, а что мы будем большими либералами, чем американцы. Смешно. Но сегодня уже приняты все решения о том, что неконтрольные пакеты крупнейших госкомпаний будут проданы. Хочу контрольные. Сергей, хочу контрольные. Вы абсолютно правы. Получите контрольные, потому что деньги кончаются быстрее, чем нам кажется. И уже в начале октября 2010 года, выступая на конференции ВТБ Капитал, премьер-министр допустил и возможность того, что контрольный пакет ВТБ будет продан. А после этого первый вице-премьер Шувалов упомянул, что и со Сбербанком мы готовы рассматривать. Вы знаете, я помню это выступление, и многие тогда до мной смеялись, потому что когда я, меня действительно произвело выступление Путина неизгладимой тогда. Это выступал либерал, причем вот все остальные отдыхают по сравнению с ним, то, что он говорил, да, в содержательной части. Но мне тогда сказали, Юр, ну, ты какой-то странный, он перед инвесторами что должен был сказать? Я закручивать буду гайки? Я там дальше буду разрешать людям с ксивами приходить к вам и дербанить ваш бизнес? Он сказал это тоже, когда его спросили прямо на той же конференции про Ходорковского, он рассказал примерно то же самое, что мы слышали на этой самой прямой линии с народом. Он сказал, хотя вина Ходорковского в убийствах совсем не доказана, но я считаю, что он причастен, потому что начальник его службы безопасности сидит за убийство, поэтому очевидно, что он причастен. Как ферест, он должен понимать, что подобные слова могут расцениваться как повод для возбуждения уголовного отдела. Абсолютно верно, поэтому не все инвесторы были довольны, но это другой вопрос. Вы правы, нужно судить не по словам и по делам. Почему они боятся контрольный пакет продать? Потому что это утрата контроля над командными высотами экономики. Потому что конкретных людей. Конкретных людей, да. Пока вы можете перераспределять госденьги, вы владеете, вы управляете страной. Как только вдруг оказывается, что это частная собственность, конечно, ее всегда можно отобрать. Вроде бы. С другой стороны, как только возникает... купить. Вам больше нравится купить и собственникам тоже нравится купить. Но на самом деле, как только возникает критическая масса частных собственников, и мы об этом пишем в главе про экономику, то возникает и спрос на реформы. Потому что когда экономику контролируют госкомпании, госкорпорации, кому нужна борьба с коррупцией? Я пытаюсь все-таки в этой цепочке понять логическую такую вот линию. Но у государства остается гигантская возможность. Фискальная политика это прерогатива исключительно государства. Изымать доп. Доходы. Кудрин, по-моему, показал, как он это может делать, какие ножницы, вилки и ножи он может создавать. Чего бояться? Отдайте то, что принадлежит бизнесу. Я с вами абсолютно согласен. Вы идете, простите, против в русском языке массы таких пословиц по этому поводу. Абсолютно, против ветра. Я с вами абсолютно согласен. Иногда говорят, мы приватизируем монополию, будет частная монополия. Но, вы знаете, можно регулировать. Любую компанию можно отрегулировать так, что ей мало не покажется. Вот торговый сектор, как отрегулировали. Ну, надо сказать, что торговля нашла обходные пути против закона о торговле. Причем они сразу предупреждали, что не найдут эти варианты. Но, в принципе, к счастью, никому в голову не пришла идея создать госкорпорацию Росторг, например. А могли бы? Или Главторг какой-нибудь. Ну да. Могли бы, да. Но, на самом деле, тоже по всему миру люди часто не верят. Но, например, в Америке госзаказ на вооружение исполняют не госкорпорации, а частные компании. Например, корпорация Боинг. Например, корпорация Боинг. И, когда люди слышат об этом, они в это не верят. Как это может быть? Как же Америка не боится этого? Ну, вот как-то существует и вроде бы, американская армия достаточно могущественная и, наверное, самая выдающаяся армия, которая ждали по истории. То есть, невозможно все брать в одни руки, надо балансировать. Абсолютно верно. Но элиты российские не готовы к этому балансу. Получается так? Естественно, когда у вас есть контроль над всем, вы не хотите контролем этим поступить. Но вы совершаете преступления по отношению к собственной экономике. Вы не даете ей развиваться. Нет, кроме того, вы в некотором роде подрываете свою собственную долгосрочную перспективу. И вот люди говорят, как могут быть такие умные люди, которые находятся у власти в стране сегодня, не думать о том, что произойдет через 6 или 10 лет. Но вот здесь нет противоречия. Ответ здесь такой. Чтобы находиться у власти, нужно иметь все эти права контроля. Потому что, как только вы создадите независимые центры власти, создадите экономическую конкуренцию, создадите верховенство права, то, что называется у Путина диктатура закона, вдруг окажется, что ваша собственная власть будет подорвана. И более того, вероятность того, что вас от этой власти отстранят, возможно, демократическим путем, возможно, нет, резко повысится. Сергей, но это диктатура закона. Даже если вас отстраняют от власти демократическим путем, это диктатура закона. И если два правоведа возглавляют страну, они же, наверное, должны понимать. Мне понравилось высказывание. В моей программе у меня был Генри Резник, очень известный адвокат в России. Он сказал, понимаете, здесь есть небольшая проблема. Мы как раз с ним общались на тему либералы все-таки жлобы или вот, ну, небезызвестные высказывания до последних дней. Так вот, Резник хорошо заметил, Сурков не юрист, Путин не практикующий юрист. И, по всей видимости, они просто забыли о норме закона. Да, это правда. Нет, это правда. Я услышал в последнее время много заявлений, которые, к сожалению, действительно в правом государстве могли бы повлечь последствия, иски о клевете и так далее. И тем не менее, вы считаете, Сергей, что не все так безнадежно, да? А вот на чем вот основывается фраза о том, что жизнь заставит, я ее слышал от Егора Тимурча, да? Год тому назад, когда последний раз, как казалось, мы с ним встречались и общались. Но вот не заставило. Нет, ну, вы знаете, вы знаете, действительно, ну как, приватизация неконтрольных пакетов это тоже важный шаг. Потому что раньше была такая возможность подумать. Ну ты опять о стакане все-таки наполовину туда или сюда. Да, я думаю, я думаю, что придется. Есть много других небольших мер. На самом деле, с тех пор, как мы написали эту главу, например, процесс дирегулирования ушел достаточно далеко. Вот. И вот там есть глава про высокие технологии. Еще раз повторяю, мы начали писать эту главу в сентябре 2009 года. Мои коллеги начали писать эту главу в сентябре 2009 года. Про Сколково тогда не было разговора. Точнее, были такие проекты построить какой-то иноград. Ну вот, они начались тоже где-то в сентябре. Вот. И тем не менее, есть какой-то прогресс. Вот. Но вы правы в чем, что нежелание элиты реструктурировать экономику и общество может привести к тому, что меняться будет поздно. Вот Советский Союз, наверное, тоже хотел перестроиться, но не успел. Да, и сейчас многие задним умом, что называется, рассуждают. Вот право был Андрей Косыгин, да, когда предлагал еще в конце 60-х, начале 70-х годов. Ну, а что толку сейчас уже об этом рассуждать? Абсолютно верно. Пусть ушел. Кстати, об высоких технологиях, IT и так далее. Вот в вашей книге с коллегами, предметно идет разговор о том, что да, эта отрасль может стать, но навряд ли она станет локомотивом. Опять-таки, авторы приводят. Плюс высочайшие риски, там и рейдерство, и шантаж со стороны силовых структур, ну, и разные, как бы это помягче сказать, не совсем комфортные условия, так скажу, для развития. При этом есть мощнейшая IT-индустрия Индия, которая, и вот, я думаю, это действительно такой краеугольный камень будет в развитии именно индийской экономики, да, плюс китайцы какие-никакие, они очень хорошо сшибают, они хорошо копируют, они хорошо потом запускают в серию, да. И, Сергей, ну и получается, мы опять непонятно где, то есть мы не можем генерить, потому что у нас люди, простите, уезжают, и они будут дальше уезжать, потому что, я общался с ребятами, я говорю, слушай, вам платят, да, но в более комфортные условия, вам платятся измеримые деньги, да, то есть ничуть не меньше, есть уже фонды, которые готовы здесь платить нормальные, ну как, бонусы, зарплаты, там, да, гонорары. Вот львиная доля из них, так, ты понимаешь, не все дело в деньгах. Это правда. Мы видим здесь перспективы. Нет, это правда, и во многом, во многом нужно понимать, что творческие люди, они мотивируются не только деньгами. И вот мы, вот мы, российская экономическая школа, мы работаем таким образом, мы нанимаем профессоров на международном рынке труда. В подавляющем большинстве это россияне, которые получили степень PHD в Америке, которых мы пытаемся привести сюда-обратно. И действительно вопрос, мягко говоря, не только в деньгах, потому что профессор это такой человек, который хочет заниматься исследованиями, наиболее продуктивно, он знает, у него не так много времени в жизни осталось, чтобы внести вклад в общее благо всего человечества. И он часто думает, смогу ли я прожить эти годы с наибольшей пользой. Понимаешь, что жизнь идет, да? Жизнь идет, да. Такое расхожее выражение, но это факт. Это факт. Исследователи, как, впрочем, и инноваторы, это люди, которые, наверное, свои наивысшие свершения делают в течение первых 10 или 15 лет своей карьеры. и не хочется провести их, потратив на некомфортную среду обитания. Поэтому это серьезная проблема. И надо сказать, что, кстати, еще одна важная вещь, что вот когда люди начинают говорить, хоть какой-то намек возникает на тему «Россия для русских», не русские, не нерусские не хотят в этой стране жить. И как только говорят, что в России можно хотя бы немного говорить о том, что вот эти люди имеют право там танцевать свои национальные танцы, а эти не имеют, вот, то хорошо образованный россиянин, будь он русский или нерусский, боится возвращаться в такую страну, потому что это страна, где торжествует ненависть, а не уважение людей друг к другу. И в этом смысле, вот если мы хотим сделать «Сколково» или провести футбольный чемпионат, мы получили на это право. Но, с другой стороны, если мы хотим успешно провести футбольный чемпионат, то, конечно, это должна быть очень терпимая страна. И вот, мне кажется, вот это, кстати, самый большой вызов. А это невозможно, потому что в стране, где подавлены инициативы и в бизнесе, и в политике, да, а кто бы ни что не говорил, они подавлены, реально подавлены, да, и, может быть, люди, которые это сделали в свое время, они осознают, куда они завели, да, но боязнь, очень часто, если я слышу, боязнь повторения пути СССР, то есть они отталкиваются от другого. Не от того, что мы сейчас реформируем, да, и это приведет, а то, что вообще не надо трогать. Слушайте, вот отсюда пошли эти идеи, псевдоидеи, правда сказать, да, консерватизма, при этом на вопрос, что будете консервировать, расплываются, да, и не то, что там в политологических, экономической терминологии, и вообще не могут ее обосновать, что они хотят. То есть, мне представляется, консервативная модернизация, мне кажется, вот я... Это вообще, это убойно. Называется по-русски, это, ну, не совсем по-русски, называется оксюморон. Вот что такое оксюморон? Вот один из примеров слова консервативная модернизация. Ну, вот вы мне тогда скажите, вы с коллегами общались. Я не могу объяснить, что такое консервативная модернизация, да. Вот, но если честно, то действительно опыт Советского Союза дает несколько, несколько идей для власть держащих. Одна, что если ничего не делать, может так случиться, как предупреждал нас тогдашний президент Путин в восьмом году, может так случиться, что будут большие проблемы. Если что-то делать, ну, вот, в принципе, на самом деле, несмотря на все, на всю ностальгию по Советскому Союзу, наверное, все-таки сегодняшняя Россия, это гораздо более удобное для жизни место, чем Советский Союз. Да, вы с коллегами это подчеркиваете в книге. Да, на самом деле, это важный фактор. И, тем не менее, люди смеются и презирают Михаила Горбачева. И никакой сегодня российский политический лидер не хочет пойти по этому пути. Вот человек начал изменения, реформы, его этими реформами смело, и над ним люди смеются, в лучшем случае. Вот, никому не хочется повторить этот путь. Вот, поэтому, действительно, опыт Советского Союза с точки зрения политика, он, действительно, действительно, может быть двояким. Но, здесь есть еще одна очень важная вещь. Мне кажется, что, вот, последнее десятилетие упущено, и более того, проведено контрпродуктивно с точки зрения промывания мозгов и пропаганды. Мы слишком много рассказывали людям, в том числе, молодым людям, которые не жили в Советском Союзе, что Советский Союз был замечательным местом. Мы слишком много рассказывали о том, что крушение Советского Союза это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Забудьте про Вторую мировую войну, Холокост и так далее. Вот. И мы в некотором роде вырастили поколение, у которого нет причин вспоминать Советский Союз добрыми словами. И тем не менее, вот если сегодня измерить, измерить отношение молодого поколения к рыночной экономике, к инициативе, о которой вы говорили, к предпринимательству, к карьерным перспективам, это поколение в гораздо большей степени является прогосударственным, чем мое поколение. Это меня крайне настраживает. Чем мое поколение. Я был потрясен, Сергей, когда американский Ньюсвик, не вот то, что у нас создавалось, к сожалению, теперь почило в истории, провели опрос не репрезентативный. 40 студентов МГУ они взяли, да, и задали им три вопроса касаемо СССР, касаемо Сталина, и то, что касается Соединенных Штатов. Это надо слышать, это надо видеть, это страшно. То есть, казалось бы, элитные, ну, в российском понятии, да, высшее учебное заведение, и то, что говорят молодые люди, я с вами полностью согласен. То есть, они вообще СССР не знают, они вообще не могли соприкасаться с той эпохой, да, при этом у них такая вот ностальгия, и потрясающие выводы, ну, по всей видимости, авторитарный режим, это самая оптимальная модель для России. Все, у меня слов после этого нет. Вы знаете, репрезентативные работы, репрезентативные просто тоже показывают примерно такие же результаты. Вот так даже. Это страшно. Это страшно. Безусловно страшно, я считаю, что это, наверное, то есть, я могу понять, людей старшего поколения, да, Сергей, ну, я понимаю их, они там в конце концов жизнь отдали, всю жизнь, да, совершенно верно. А те, кто никак и ничем, они становятся главными модераторами. Это вот то, что мы таким образом провели эти 10 лет, это, наверное, самый отрицательный вклад сегодняшнего политического режима в будущее страны. Потому что, в конце концов, это молодое поколение будет управлять страной, и вот то, что в свои молодые годы, когда они формируются как личности, они поняли, что авторитаризм это нормально, Советский Союз это великая страна, коррупция это нормально. Быть чиновником круче, чем быть предпринимателем. Да, но еще круче быть сотрудником госкомпании или госкорпорации. А, да, да. Как говорил премьер-министр Фродков про госкорпорации, как в правительстве, только получаешь много денег и вырабатывать не надо. Слушайте, это какой-то сюрреализм на самом деле. То есть я многие вещи, поэтому я и скептически отношусь к Сергею. И потому что вот некоторые просто фрагменты, главы этой книги на меня произвели очень глубокое впечатление. Я понимаю, что люди, которые писали эту книгу «Россия после кризиса», они не ангажированы. Они не пытались там как-то, знаете, тучины там сгустить или наоборот развеять их руками, да, или чем-то там другим. Они просто констатируют, анализируют и говорят, вот, ребята, дальше вот смотрите сами. Да, надо сказать, что у таких ученых, экспертов нет никакой политической повестки. Для них важную роль играет репутация. В том, чтобы, скажем, через год, два, пять или десять, им было бы не стыдно за то, что они написали раньше. Вот. И в этом смысле, наверное, они могут ошибаться, но ошибаются они честно. Они делают выводы на основании тех данных, тех исследований, тех теорий, которые есть сейчас. И в этом смысле нет смысла, не нужно обвинять их в ангажированности, в заказе и так далее. Вот как мы говорили на примере главы про федерализм Екатерины Журавской, там действительно, я знаю, очень хорошо я знаю Екатерину Журавской, но она очень любит Ельцина. Вот. Она ему очень признательна, потому что он действительно дал нашему поколению свободу. И тем не менее, вы видите, что она критикует децентрализацию 90-х годов очень-очень-очень резко. Та же самая глава про военную реформу. Мягко говоря, у министра Сердюкова практически нет поклонников. И тем не менее, Павел Баев, который пишет эту главу, действительно сравнивает его с самыми выдающимися реформаторами в российской истории. Ну, здесь нет никакого там оппозиционного запала и так далее. Это действительно всего лишь логические выводы, которые следуют из фактов. Сергей, я вас благодарю, что вы нашли время к нам приехать. Спасибо огромное. Я крайне редко советую нашим слушателям читать те или иные работы. Я вообще, вы понимаете, считаю, что человек сам должен заходить в книжные магазины и выбирать. Но вот есть вещи, которые надо прочитать. И, Сергей, это не в качестве лести, но я скажу так. Спасибо большое. Вот и Гуриева, да, значит, в савторстве, вот там в случае книга «Россия после кризиса». Эту работу найдите. Найдите Айн Рент, «Атлант Рад расправил плечи». Просто найдите и прочитайте. Это художественная книга. Но если вы слово «Америка» замените на слово «Россия» и некоторые фамилии героев замените на российскую действительность, очень много аналогий вы проведете. Меня очень часто критикуют за то, что я рекомендую читать Милтона Фридмана. Я советую вам настоятельно начать книгу, чтение его работ с книги «Свобода и капитализм». Это просто маленький совет. На самом деле, я вот много слышал слово «монетаризм», употребляемое российским чиновником. Вот если, ну, книги Фридмана про свободу действительно ключевые, ключевые работы. Кроме того, книги работы Фридмана против призыва в Америке, это тоже важный вклад в общественную дискуссию. Но, собственно, вот я очень хорошо знаю, что непрофессиональные экономисты вообще не знают, что такое монетаризм. То есть, на самом деле, работа Фридмана про депрессию 30-х годов заключалась в том, что надо было печатать больше денег, а не меньше денег. А зато как затаскали и, я бы сказал, девальвировали слово «монетаризм» в Российской Федерации. Спасибо всем. Сергей Гуриев, ректор российской экономической школы, был сегодня в сухом остатке. Спасибо большое. Спасибо.